Шарнобыльская катастрофа сдарилась 30 лет тому. За этот час в ученые Беларуси назапасили велизарный опыт бородьбы с насубствами техноенной аварии. И, сдавалось бы, таемниц не засталось, но это не так. Например, протягивается выучение вплыва химичных элементов на живёльный и рослинный свет зоны отчужения. У центра уваги Америцы и изотопы Плутония, которые являются только в вынику ядерных выпробований альбо аварий на атомных объектах. Природа, живые организмы, растения, животные, они никогда не взаимодействовали с этими элементами. Они для них абсолютно новые. И поэтому очень интересно, каким образом происходит накопление этих элементов. Не совсем ясно. Как они распределяются в экосистемах, в живых организмах, как выводятся. И как бы тут такой вот практический аспект, что большинство из этих изотопов, Плутония, Америцы, они очень долгоживущие. То есть цезий уже как бы уйдёт, а они останутся ещё на протяжении тысяч лет в заповеднике. Зусім новая лаборатория, якой загадывая супрацовник Института радиобиологии Александр Дворник, займаётся моделированием позаштатных техногенных ситуаций. Что это значит, навуковец рассказывает на простом прикладе. Летось усе памятують. На территории былой Чарнобыльской АЭС бушевали пожары. В облаке дыма пройшли над Гомельщиной. Люди были занепокоены их махчимым уздеянням на здоровье. А службы, якая бы оперативно информовала и при необходности супакоевала насельництва, не было. Утым лику и гэтым будут займаться супрацовники лаборатории моделирования и минимизации антропогенных рызык. У нас есть разработки в этом направлении. То есть мы сейчас работаем над программным обеспечением специализированным, которое позволит специалистам на местах вести оценку и прогнозирование развития ситуации. Всю лето в Беларуси почалась работа по новой чарнобыльской программе, различенной на пять годов. Она продугледживая реализацию самых грунтовных и актуальных доследований у ГТ-сферы. Как было огучено на конференции, займаться навукой престижно, а ли только у тим випадку коллеги эта дейность приносить практичную корысть.